Мы знаем, вы слушаете. Радио Болткома. Утро на Болткоме. Продолжаем Утро на Болткоме, Олег Пеков в студии, и к нам присоединяется режиссёр Станислав Такалов. Доброе утро. Доброе утро. Мы буквально недавно встречались, потому что фильм «Милулись» сейчас идёт на больших экранах наших кинотеатров, но кроме этой картины ещё один проект, я понимаю, что тоже очень любимый, поскольку все любят фестиваль «Манхэттен Шорт», и возможность посмотреть 10 короткометражных фильмов, в том числе, я понимаю, анимации, тоже наверняка вид будет. Да, да. Это пятница, суббота и воскресенье, но уже, как мы говорили за эфиром, пятница, все билеты проданы уже практически. Ну, да, там есть 20 билетов, если вы хотите успеть, но суббота и воскресенье ещё, ну, то, что новая вещь, которую мы делаем, в воскресенье ещё 4 сеанса дополнительных в кинотеатре «Косунц», для тех, кто не успевает или не успел заранее позаботиться. Олег, нужно помнить, что как традиция уже 10 лет проводить «Манхэттен Шорт», так и традиция приходить к вам, потому что вы первый, с кем я разговаривал по поводу «Манхэттен Шорт», то есть у меня в голове, если я не пришёл к коллегу, и мы не поговорили о «Манхэттене», то, в принципе, «Манхэттен» практически и не прошёл. Что это настолько же важное событие, так что я очень рад, что всё-таки традиции мы сохраняем. — Спасибо большое, очень приятно слышать. Ну и что в этом году? Насколько я понимаю, ведь это возможность посмотреть фильмы самых разных стран, самых разных жанров. Это вот всегда что-то... — Да, как и весело, и грустно это признавать, 10 лет юбилея у нас в Латвии в этом году, это большой срок, и 25 лет общий юбилей «Манхэттена». В этом году, ну, 10 лет смотря эти короткометражные фильмы, видно, как зритель реагирует на разного вида программы, где более серьёзная программа, или какие-то более серьёзные вещи рассматривает, или больше комедий. Но вот в этом году, мне кажется, что программы, где много можно посмеяться, очень много комедий, и помимо комедий классических, есть также, ну, как саркастические комедии. История, где девушка... Парень заходит в квартиру, зная, что его девушка ему изменяет, и каким-то случайным образом этот человек в несчастном случае погибает, но они решают спрятать его, и получается очень комическая ситуация, как они пытаются вот с этим телом разобраться, да. Отношения летят в пух и прах параллельно этому основному событию. И действительно, действительно смешно про человека, у которого попала... Попадает несколько раз молния за его какие-то поступки, что является реальной историей из Уэллса, да, то есть, в которой три раза человеку ударила молния, что, в принципе, невозможно. Ну, в общем, мне кажется, из-за того, что 10 фильмов идут подряд, и они составляют программу, в зависимости от того, какие фильмы подобраны, очень сильно меняется общее ощущение, когда ты выходишь с этого. И вот в этом году, мне кажется, этот баланс того, где ты посмеешься и погрустишь, например, от анимационной истории корейского режиссера о отношениях дочери и отца, да, где есть место и грусти, и какой-то, ну, как рефлексии, да, по поводу своих отношений. Есть фильм о событиях 11 сентября через человека, которому удалось денег заработать на этом, и как он себя чувствует, да, что, ну, вот как бы все получилось, да, события, ну, гонят такое. И, как говорю, вот комедии, которые просто смешные или которые вот с кем-то, под каким-то углом пытаются этот юмор создать, и в целом, я когда посмотрел, был очень рад. Ну, мне, я смотрю эти фильмы до того, как они получают субтитры, то есть я смотрю на языке оригинала, если фильм из Ирана, например, я смотрю фильм на оригинальном языке, и, то есть на ощупь и на ощущение пытаюсь понять, насколько вот в этом году программа какая. Я с улыбкой ушел, я помню, из офиса, уже ночью улыбался, я думаю. Ну, прекрасно. Значит, в этом году будут люди рады и довольны. Мы еще не сказали, ведь еще один такой традиционный момент, что есть возможность проголосовать у зрителей, что это такой уникальный фестиваль, который дает возможность народный приз. В этом и смысл, что каждый зритель является членом жюри, и если мы берем внимание, что проходит фестиваль в 56 странах, и вот в течение одной недели все приходят, смотрят те же самые 10 краткомиражных фильмов, и потом за них голосуют, и потом вот все эти 100 тысяч голосов собираются, и действительно зритель определяет победителя. Вот, и мне кажется, что, ну, это изюминка фестиваля, и поэтому он с каждым годом просто набирает больше и больше последователей, потому что ты имеешь возможность не только посмотреть эти фильмы, но проголосовать, и потом это происходит обсуждение внутри семьи, внутри компании друзей, то есть это обсуждение, которое потом происходит, кто за что проголосовал, является неотъемлемой частью этого мероприятия и события, да, поэтому мне кажется, за это и нравится людям, что они вовлечены, они чувствуют, что они имеют право тоже высказаться по этому, и мне, как зрителю, например, это важно, то, что меня не бросили, и я имею возможность высказаться в той или иной форме. А я вдруг сейчас сообразил, что фестиваль-то происходит как раз-таки с выборами в нашей стране, да, и это смешно, что четыре года назад тоже, я помню, я попробовал мотивировать всех идти на выборы, но так как люди пришли вечером отдохнуть, и это, то я не встретил большой поддержки своего комментария, но действительно, вот на Манхэттене можно потренироваться, пятницу, субботу, воскресенье, как бы потренироваться, как вот рука отмечает каких-то кандидатов, и потом на выборы пойти тоже закрепить. А насколько эта география Манхэттеншорт расширяется, потому что вот я смотрю, корейское, значит, появилось кино, то есть раньше не было, то есть мы часто воспринимаем кино, вот как кино, произведенное, ну не знаю, в Голливуде, в Америке, ну и в каких-то европейских странах. Ну, чтобы мы понимали, в год в мире, мне кажется, производится в районе 8 тысяч полнометражных фильмов, и плюс еще в районе 20 тысяч короткометражных фильмов, да, то есть объемы невероятные, и Америка давно уже, ну, занимает лидирующие позиции по количеству, да, по качеству, мне кажется, в последние годы в Азию переехала, ну, вот качественный фактор, такое мое ощущение. Но вы понимаете, что при таком объеме перлы и какие-то действительно интересные фильмы не только в Америке производятся. Как их самому найти, это уму непостижимо. Но благодаря этому есть фестивали, которые пытаются отобрать что-то, что им кажется, что особенно. И «Манхэттен Шорт», благодаря тому, что все 10 фильмов получает возможность быть квалифицированными на «Оскар», привлекает внимание фильмы именно те, которые в той или иной степени надеются, что, может быть, у них получится каким-то образом попасть в эту номинацию, да, потому что обычно нужно победить на фестивале, чтобы... Поэтому уровень фильмов высок, потому что как ты номинируешься на «Оскар», если у тебя плохое кино? — Так что, получается, что можно посмотреть фильмы из самых разных стран и познакомиться с другими культурами. То есть я понимаю, что там и иранские фильмы, и корейские фильмы... — Да, да. И, ну, я считаю, что это телепорт. Ты садишься и за 2 часа к 20 минут просто телепортируешься из каждой 10 минут в другую сторону, с другими проблемами, с другим взглядом на то, как надо жить и как надо делать кино. И понятно, что что-то тебе будет близко, что-то тебе покажется очень далеко от тебя по проблематике, но из-за того, что это не один длинный фильм, где, как бы, вот оно зашло или нет, так на сленге сформулируем. Всегда будут фильмы, которые и понравятся, да, и это, ну, это хорошо. — Я еще обратил внимание, что периодически появляются звезды, достаточно известные актеры, которые снимаются в короткометражных фильмах. — Да, вот в этом году в фильме про человека, который бьет молния, я понимаю, что он снимался в... Ну, вот я и забыл, где он снимался. Так как я не смотрю сериалы, я три раза пытался запомнить и могу вспомнить, как он в фильме. — Ну, неважно, но какой-то, в общем, в сериале. — Да-да-да, ну, как... Не будет. Нет, информация стерта. — Ничего страшного. Ну, то есть, Вася Мич, я ворочаю просто внимание, что не только, ну, скажем, актеры начинающие, ну, всегда кажется, что короткометражный фильм — это как будто бы такая ступенечка вот к большому, большое кино — это действительно что-то очень серьезное, а это, дескать, ну, как к учебной, я не знаю, такой. А, в принципе, ведь чаще всего бывает, что снять короткометражный фильм едва ли не сложнее, потому что тебе нужно вот за эти 3-4 минуты абсолютно все, вот эту завязку, развязку. — До 10, да, до 15 минут. Мне кажется, что просто есть разные истории, это не связано с тем, короткий или полметражный фильм. Есть истории, которые ты не можешь рассказать за 15 минут, есть истории, которые ты обязан рассказать коротко, потому что отличие полного метра от короткометражного фильма только в том, что полный метр пытается целую жизнь захватить, например, героя или героев, которые... Короткометражный фильм берет одно событие, через которое раскрывается вся жизнь. Это, ну, вот лучший способ, как я, например, студентам пытаюсь объяснить разницу между коротким и длинным метром и почувствовать, что эта история, которая у тебя есть, короткометражная, и филигранно выполнить, выдержать форму, это, ну, не менее круто, чем снять полнометражный фильм. Да, это просто есть истории, для которых короткометражный жанр создан, ну, где не надо 2 часа. А в какой-то год, я помню, даже из Латвии ведь фильм принимал участие. Да, в 2017 году фильм Павла Гуменникова «Вперед юст» попал в десятку, что было абсолютно невероятно, и Александр Ронис, главный исполнитель персонажа, выиграл главного актера даже всему миру. Это было большое достижение, да. Кто вообще отбирает эти вот 10 фильмов из этого огромного? Каждый год собирается комиссия, и там, ну, до Барбары Стрейзен и Шона Пэна в некоторые года появляются этой комиссии, то есть, ну, деятели киноискусства в Америке, вот. И потом уже Ник Мейсон, главный организатор в Нью-Йорке, пытается сложить это все в такую как, ну, программу, то есть, чтобы не было, потому что есть специфика, например, краткометражных фестивалей, где фильмы выбираются по схожести, да, и каждый раз ты там смотришь вариацию, там, 5-10 фильмов, где одна тематика или стилистика, и они похожи все, и тебе нужно сталкивать, ну, я бы, похожие фильмы. Здесь абсолютно противоположный подход, то есть, чем более разные фильмы, тем лучше, да, и поэтому для зрителя это, конечно, интереснее такую форму смотреть, потому что, ну, как я говорю, мы не роботы, да, там нравятся разные вещи, ну, не может быть так, что все 10 тебе понравятся, но из-за того, что они настолько разные, всегда будет что, что тебе очень глубоко западет душа, что тебе понравится или что тебе не понравится, поэтому шансов получить удовольствие этого вечера больше, а факт, что тебе еще проголосовать ты можешь потом, за что тебе понравилось, вообще, как бы, завершает круг. А как вот отправить, например, свою работу на этот фестиваль, потому что вот здорово ведь, что, может быть, Барбара Стрейзен или Шон Пен посмотрят твою работу. Да, мне кажется, открывается, мне кажется, я уверен, в марте открывается подача, на сайте Manhattan Short всегда это объявляется, и до июля, вот, определяются фильмы, которые выбраны, потом уже начинается подготовка для того, чтобы по всему миру это показывать, ну, то есть, заранее просто надо обратиться со своей работой. Есть, как помочь, что больше идет фильм с понятной историей нарративной, то есть, есть такая тенденция, что очень высокохудожественные артхаусные фильмы реже попадают. Они есть, но это 1, 2, да, и 8, ну, то есть, должна быть увлекательная история, для которой можно проследить это, мне кажется, главное отличие вот Manhattan Short фильмов от каких-то других работ, которые я смотрю на других фестивалях. Еще раз, может быть, напомним нашим слушателям, пятница, суббота и воскресенье, куда нужно идти, где посмотреть? Пятница и субботу в Splendid Palace происходит, билет можно приобрести на Аула ЛВ, а в воскресенье весь день 4 сеанса в кинотеатре Кассунц, билеты там же. У нас в этом году есть новшество, мы делаем сеанс, где можно прийти с собакой. Вот, да, я вот, кстати, рассказывал вчера. Это очень интересная история получилась, у меня была девушка, Мария Семенова, которая теперь занимается вещами для собак, ВУФ называется, компания, это тоже очень сложная история, и она раньше координировала Manhattan Short, то есть, и близко к сердцу, и вот в этом году мы вместе решили, что, ну, а почему нельзя с собакой посмотреть сеансы, и вот в центре Динозо, возле Гетта, мы попробуем реализовать эту сумасшедшую идею, мы собираем также пожертвования для Улубелла, консионата, откуда у меня собака, и потом повезем, поэтому мы там пытаемся как-то сделать, но вот можно со своим питомцем прийти посмотреть, если нет времени в течение дня, и посмотреть короткометражные фильмы с собаками, ничего такого я пока не видел ни у нас, ни в ближнем зарубежье, поэтому посмотрим, как люди отреагируют на такое предложение. Но это связано именно с тем, что вот есть возможность не оставлять где-то питомца там одного, или там... Да, и там большая территория, это как, ну, выставочный центр для собак, то есть там тоже подумано о том, что, ну, не в темном кинотеатре нужно с собакой со своей овчаркой приходить, а есть больше территории, там можно собачке водичку попить и перекусить что-то, ну, и хозяину тоже. В общем, приятное с полезным совместить. Ну, и также не забывайте о том, что фильм, новый фильм Станислава Такалова «Милулись», «Милый друг» тоже... Не забывайте, сходите в кино, очень много интересных оценок уже, и люди не остаются равнодушными. Обещаю, что у вас, скорее всего, тоже, ну, как бы, не обещаю, что... ну, то есть, я не обещаю, что вы испытаете похожее чувство, как на Манхэттене, потому что фильм серьезный, но то, что у вас будет эмоциональная реакция от него, судя по зрителям, которые были уже... Могу подтвердить, потому что, да, долго не отпускал фильм, хотя вот как бы вызывал очень бурные эмоции внутри, как бы... Не всегда, ну, сочувствующие, потому что персонаж не... Да, да, да. Так же, ну, может и не... ну, тяжело сопереживать персонажу, который иногда делает очень плохие вещи, да. Но Такалов делает хорошие вещи, действительно, за что мы говорим ему. Спасибо. Спасибо огромное, Санислав Такалов. Спасибо большое, что позвали, так как я пришел к вам, значит, Манхэттен действительно будет, да. Спасибо, всего доброго, удачи. Всего доброго. Радио Болткома.